Это очень солнце мне в глаза. Ну ладно. Потерплю. Если что, ты поведешь обратно. А с тобой мы лучше сосредоточимся отдельно на елках-палках, елках-плакучих и тисах. Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы вновь в садовом центре Европлант. Наконец-таки все растения расставлены на свои места. Мы разобрались, что где пришло. Повесили замечательные ценники, как вы и просили. Позже мы обязательно дадим ссылочку. Ссылочка будет в описании ролика, где вы сможете посмотреть на каждое пришедшее растение. Потому что они все сфотографированы. Все с ценниками и с размерами. Вы сможете все внимательно посмотреть и выбрать. Но сегодня у нас пойдет речь не об этом. Ролик не будет рекламным. Ролик будет сугубо касаться ландшафтного дизайна. Поэтому у нас сегодня в гостях Виктор Тропченко, ландшафтный дизайнер и дендролог. Здравствуй, Витя! Здравствуй, Андрей! Здравствуйте, уважаемые зрители! О чем мы сегодня говорим? А вот ты понимаешь, Витя, нам Лена Полякова прислала в этом году очень много интересных елок различных. Голубые елочки, зелененькие. Но очень многие из них на высоких штамбах. На высоких, на низких. Везде елочки чупа-чупсы, елочки на палочках. И я так понимаю, что существует какой-то новый определенный тренд в ландшафтном дизайне. И неспроста питомники производят именно такой посадочный материал. Для чего-то он нужен. И я хотел бы услышать твое мнение, как ландшафтного дизайнера. Как подобные елки вообще можно использовать в садах? Непростой вопрос. Да, это вопрос более чем непростой. Голубые розы, потому что эта нарочито искусственная стрижная форма имеет достаточно ограниченное, достаточно своеобразное использование. То есть, во-первых, его можно использовать только там, где приветствуется жесткая геометрия. Во-вторых, конечно, такие елочки на палочках пользуются популярностью у покупателей, которые потом их сажают в центр композиции, которые отсыпают мраморной крошкой. После чего ландшафтные дизайнеры усиливно хихикают, рассматривая фотографии. Но в целом у меня такие формы вызывают больше вопросов, чем ответов. Потому что, во-первых, действительно это жесткая геометрия. Что с ней делать? Вот представьте себе обычный участок, где у вас может быть какое-то, допустим, природное окружение, а не только заборы, не только постройки. Она не вписывается в эту окружение. То есть, это должен быть какой-то регулярный сад с жесткими стриженными формами, где стрижется в кубики, в квадратики. Тогда вот такой чупа-чупсы шарика будет там уместен. То есть, посадить это в какой-то условный цветник или композицию из хвойных, которые выглядят, имеют природную форму, она там будет как-то выделяться. Ее можно посадить, она может работать и на контрасте. То есть, если у вас, допустим, есть некий сад, где используются стриженные бордюры, скажем, из кизильника, потом у вас идут какие-нибудь хаотичные многолетники из этих новых тенденций, а потом у вас в середину воткнута вот такая чупа-чупсена. И такое тоже, в принципе, имеет право на существование. То есть, здесь работа на контрасте. Геометрия, хаос, снова геометрия. Но, скажем, если просто случайно это воткнуто где-нибудь, как правило, оно все-таки будет немножко теряться. И выглядит не очень уместно. Это очень сильно зависит от того, как вы это планируете использовать. Ну, вот смотри, мне кажется, что такие елки, они, во-первых, экономят нам пространство. Потому что у нас участки, как правило, маленькие. И под такую небольшую елочку, она, во-первых, шкалирована. У нее все-таки корневая система не занимает много места. Она сильно, опять же-таки, не вырастет. Потому что, я так полагаю, что ее все равно надо будет формировать. То есть, она будет все равно давать какие-то лапки, которые надо будет подравнивать. А под низ можно будет что-то посадить. Ну, например, чем-то эту ногу можно будет прикрыть. И будет выглядеть так, как будто бы из цветника торчит одна макушечка, например. Я думаю, что смысл этого растения не в том, чтобы ему особо закрывать ногу, а в том, чтобы поддерживать геометрию. Ну, конечно, ее надо стричь. Так просто ее нельзя ставить. То есть, она вот не будет постоянно вот такая кругленькая? Конечно, нет, разумеется. То есть, она нуждается в формирующей стрижке? Да, конечно. И, возможно, что-то от штамбы у нее тоже будет периодически отрастать? Ну, это маловероятно. Ну, да, теоретически такое возможно. Но, скорее всего, здесь ничего лишнего уже возникать не будет. Потому что у елей почки на древесине старше трех лет, насколько я помню, не закладываются. Поэтому штамм будет чистый. Здесь не нужно будет бороться с постоянными просыпающимися почками и побегами, как это, скажем, пришлось бы делать у Ивы. Но вот сама форма, да. Тут еще какая может быть проблема со временем? Когда она станет достаточно большой, вес ее будет тоже немаленький. И зимой, в снежную зиму, ну, допустим, когда этот шарик станет метр диаметром, он может просто сломаться. Так, из-за того, что тонкий штамм не нарастает? Штамм будет нарастать. Конечно, он будет нарастать толщину. Но масса самого шарика плюс масса снега, она может быть существенной. То есть, с такими формами нужно быть осторожным. В плане того, что пока оно маленькое, пока оно здесь 30, 40, 50 сантиметров, другой экземпляр стоит у меня в поле зрения, он, скорее всего, будет нормально себя чувствовать. Когда он будет, допустим, метр, а он будет метр рано или поздно, вы не сможете стричь ель, полностью сохраняя ее форму. Потому что, в отличие от туи, которую можно регулярно обкармливать, или можжевельника, сохраняя ее размер, еле все-таки надо давать возможность немного увеличиваться. Потому что у ели не закладываются спящие почки на древесине старше трех лет. То есть, вам все равно эту форму придется постепенно давать возможность нарастать. Стричь ель нужно тогда, когда уже выходят новые побеги, молодые, зелененькие, когда они становятся еще не совсем висячими, но чуть-чуть поднимаются, и появляется у них некий турбор. И тогда нужно будет на две трети их укоротить, может быть, даже чуть больше. Ну, вот смотри, скажи, вот конкретно, например, эта елочка, раз она у нас здесь стоит, как ты думаешь, вообще, сколько ей лет? Хороший вопрос. Нужно просто посмотреть приросты. Я думаю, что не очень много. Мне кажется, что... Я не думаю, что больше пяти лет назад было. Ну, вот просто интересно, да, вот как мы уже с тобой обсуждали, одна из самых больших ошибок садоводов, то, что они не учитывают размеры взрослых деревьев. Просто, да, хочется знать, через сколько лет вот такая пятилетняя елочка, как ты уже сказал, вымахает вот этим шариком в метр. В хвойных это очень легко посмотреть, потому что хвой, ну, в частности, ели сосны, дают прирост... Здесь, наверное, не очень видно. Они дают один прирост в год. То есть, условно говоря, от ближайшей развилки, вот то, что у вас выросло, это последний годовой прирост. Здесь он достигает 7 сантиметров. Ага. То есть, 75-7 сантиметров в год. Когда вы ее посадите в землю, она может выдать и 10. То есть, считаете, метр она может достичь за 10 лет, если вы ее не будете стричь. Вот так вот. То есть, через 10 лет это уже будет такой здоровенный монстр. И все равно эти размеры... Если будет хорошо, если будет достаточно питания, если будет хорошо чувствовать, то да. Ну, видишь, есть такой миф, когда люди читают, что это карлик или растение на штамбе, а они думают, что оно всегда будет маленьким. То есть, вот даже... Есть такой сорт карлик. Править растение, это... Это иллюзия. Есть такой сорт ели обыкновенной, не деформис, который все считают очень маленьким. Не так давно в одном арборетуме в Бельгии было срублено уже погибающее дерево, которому более 80 лет. Оно было 6 метров высотой и 6 метров диаметром. Карликовый сорт. Ели обыкновенная, не деформис, которую покупают вот такие маленькие гнезда и сажают. 80 лет, и это, в общем-то, не маленькое растение. Ровно та же история с глаукой глопозой. Это крупная елка. Разница только в том, что она будет не 30-40 метров через 30-40 лет, ну, а метров 6-8. Но это будет деревом, это не будет карликом, как вы это покупаете. И когда вы покупаете все эти замечательные маленькие хвойные, особенно продающиеся с пометкой карликовые... Да-да-да, в слово карлик все думают, что оно и будет, до старости щенок. Карликовые формы существуют. Есть сорта елей, сосен и многих других хвойных, которые дают прирост 1-2 сантиметра в год. Но шарик такой ели, он будет стоить... Ну, я думаю, что эту цифру можно будет спокойно умножать на 5. Потому что если она прирастает 1-2 сантиметра в год, соответственно, этой, допустим, 3-5 лет, то и будет уже 20-30 лет. И, конечно, стоимость материала будет совсем иная. Ну, ты подал мне идею, это неплохие инвестиции, купить эту елочку сейчас, дорожить, а потом выгодно продать. Это практически вложение в недвижимость, которое постоянно дорожает. Библиографически редкую литературу по садоводству англоязычную, она действительно может подорожать 10 раз за 10 лет. Слушай, ну вот скажи, как ты относишься к Глауке Глобозе, потому что ее вот тоже в этот раз пришло очень много. Она совершенно в разных видах. И, да, и высокая, и маленькая, и на маленьком штамбе, и на высоком. И есть какие-то там плакучие формы. Просто мне кажется, что голубая елка, она вообще такая вещь в себе. И она далеко не в каждый сад подойдет. Вот даже если она совершенно стандартной своей естественной натуральной формы, вот к чему обязывает вообще покупка голубой елки? Можно ли ее притащить абсолютно в любой сад? Ну, мне кажется, что если вы покупаете растение продуманно, если у вас есть какой-то проект, по которому вы делаете сад... Будем считать, что нет. Вот ты как лансафтный дизайнер. Посмотреть, что будет. В конце концов, кто сказал, что это обязательно должно быть эстетически выверенные решения? Тем более, что сад это динамическая система, она развивается, растения растут. И посаженный щенок превратится в гигантского даже, я не знаю, льва, наверное. Хотя, конечно, это не собачь, не псиний, хотя, конечно, это кошка. Ну, в общем, маленький котенок превратится в льва. Почему нет? Просто, ну, надо понимать, что растения растут всю жизнь. Что, в отличие от животных, которые достигают своего окончательного размера, в нем более-менее сохраняются, растения будут это делать все время. И то, что вы купили сейчас за маленькие деньги, маленькое, оно все равно станет большим. Потом какая-нибудь вырастает 10-метровая туя из изгороди, которую вы купили, посадили, решив отгородиться от соседей. И вы не знаете, что с этим делать, потому что вы хотели метра три, а у вас уже там 6, 8, 10. Конечно, с этим можно было что-то сделать. В принципе, это можно обрезать, формировать и так далее. И стричь каждый год. Но вот так, чтобы посадить и забыть, как мебель, как забор, как, я не знаю, дом, нет, невозможно. Не, ну вот если выстраивать дизайн именно вокруг голубой елки, вот с твоей точки зрения, какие растения хорошо сочетаются, например, с голубой елкой? Если она не растет с элитером, а все-таки часть какой-то композиции, уголка, сада, ну я знаю, что с хвойными хорошо сажать вересковые, рододендроны, голубику. У нас, кстати, в этом году пришла брусника и клюква. Я думаю, что они тоже будут хорошо на кислых почвах. Вот как-то ты можешь очертить круг растений, которые хорошо и композиционно с елкой, и по почве? Я сажаю, прошу прощения, что глюкую ель в основном сажают для того, чтобы это было дерево на Новый год, торжественное. Причем, как правило, сажают видовую. И в этом качестве, конечно, лучше посадить карликовую сортовую. Потому что, ну вы помните, что карлик не означает, что она сохранится в своем размере, она вырастет, она будет метров 6-8, но она не будет 30 или 20. И это уже хорошо, потому что, если вы сажаете видовую стриженую, то есть формированную в питомнике ель, колючую, то она просто станет очень большой. Поэтому главка глобоза – это хорошая альтернатива. Она не очень дорогая, потому что она все-таки относительно быстро растет. Она, опять же, относительно быстро растет, не настолько быстро, чтобы превратиться в катастрофу за 10 лет, например, или за 20 лет. Поэтому, да, я думаю, что ее нужно, если вам нужна зимняя елка для Нового года, то почему не взять главку глобоза, более-менее аккуратную, и дать ей, может быть, немножко ее подстригать, дать ей возможность сформироваться. Потому что она все равно, рано или поздно, она выдаст лидера, как любое хвойное дерево, любое дерево предпочитает иметь верхушку. Если вы ее не будете постоянно резать, рано или поздно верхушка у нее появится. Но прирост будет 10-20 сантиметров в год, а не 50, как и видовой, например. Ну, вот ты недавно видел, да, в Фейсбуке была дискуссия, где попросили пересадить им большие голубые ели и оставить то, что вокруг них. А вокруг них там и рододендроны, и какие-то кусты, и вокруг всего этого ель вылазла просто как Мишкина каша, и все это закрыло. Ну, и можно пересадить, конечно. Можно пригласить вертолет. Не, ну, лучше просто, наверное, вокруг нее ничего не сажать все-таки. Лучше просто думать, когда это все делается заранее. Если не думать, то, ну, получаются самые блестящие результаты. Ну, видишь, Витя, да, у многих не хватает и знаний, может быть, и опыт, и воображение. Ну, есть люди, которые занимаются этим за вполне разумные деньги. Иногда дешевле пригласить специалиста на консультацию или заказать проект, чтобы это было сделано так, чтобы у вас потом не было проблем. Потому что все-таки ландшафтники пришли, посадили, пару-тройку лет поухаживали и ушли. В том числе потому, что уход от ландшафтной фирмы обычно достаточно дорог. И проще нанять условного дворника, садовника, который будет жить и смотреть за домом. И многие так поступают, это стандартная ситуация. Сад требует ухода, как, в общем-то, любая вещь, которая есть в вашем владении. Дом, автомобиль, не знаю, все что угодно. И, по крайней мере, эпизодически нужно приглашать людей, которые могут вас проконсультировать, вашего садовника проконсультировать, как это, что делать, чтобы это не привело к каким-то не очень хорошим последствиям будущего. Ну, в частности, пример вот этих вот елей по 10, наверное, уже метров, которые просят пересадить, они сидят посередине живой изгороди. Ну, то есть, это нереализуемая задача. Но я бы хотел вернуться, может быть, к хвоинам. Давай мы сейчас тогда сделаем паузу и перейдем к... Давай мы, да. Я думаю, что мы сделаем отдельный ролик, потому что у нас впереди еще замечательные плакучие елки. Да, вот это мои любимые бериндеевые леса. Да, да, да. Я думаю, что мы расскажем о них отдельно. Поэтому, да, смотрите наш следующий ролик, в котором мы сейчас как раз снимем, про замечательные, красивые, разлапистые елепендулы. А на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. С вами был канал Европлант Лайф. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова